только об одном команды попросим чтобы они местами поменялись как только с этим разберемся так сразу окей так хорошо сейчас переправлю плащики даем иначе теперь все окей теперь у нас соответственно и мы можем собственно и не продолжается не меняя канал даже посмотрим но до автоматики показали прошлую игру настолько агрессивную жесткую что если что-то подобное произойдет в этот раз то далеко не каждый сможете справиться посмотрим доктор соус аж вроде немного покрепче по идее должны показать такое я смогу то сами видеть погадать его команда нашин автоматикс правый доктор 100 противостояние начинается банят и быть первыми ребята из автоматиков а поинта не поставить золотой классики по всей видимости это будет бензии по всей видимости это будет ауриель любит не любит 5 мобиль кровь которые творят отрезал поколение их можно понять каждый из этих персонажей нарушает позиционку мешает ходу игры под таким успехом я и гороши могу убить банах от автоматиков особенно если они именно этого боятся нет посмотрите как я не девушку фан вместе с ним по нашла вайтман вовсе не как изначально мне показалось ауриель и на сей распланы в автоматиков меняются хоть вайтман более ожидаемую персонаж для бана уходит и уходите до гриф штук всегда гриф это заявочка на что а ну и рай не появилась потому что и рай ребята решили забрать себе справедливо и системы обильность вести безопасный заход вражеский баклей но сюда гриф мне интерес к голым и вроде как уже видели от прошлой команды и если бы чагала не было прошлой игре сейчас бы я говорю что его неужели возможно доктор сут возьмет чагала себе но это было бы очень неожиданно алекс разы и дьявола появляются пока не похоже это на 1 чагала сегодня это пока похоже просто на уверенность и пальцы надежным фронтом вновь появляется мое каразин да по сути дела автоматики они себе сейчас не изменяют они прошлую игру показали нам с вами агрессивные с большим количеством врывов сверх напряжением по линиям за скоками за ford противнику и собственно это партия судя по первым трем героем всяком случае которые не взяли предполагать примерно похожему темпу даже более быстро вы каразин мая пирель и молниеносно влетают противника всеми молниеносно меняется расположение и как бы вот он вин кондишен для сверх агрессивных игр прямо перед вами вопрос только в том понимает ли это доктор соус а если понимают как будто поднести я было неплохо для того чтобы реагировать на такие врывы на алекс сразу напротив дать по-хорошему надо бы сейчас укреплять рот по-хорошему надо сейчас ориентироваться на более или менее толстых персонажей которые смогли вы пережить а подобные врывы то есть те же рейнеры например смотрится здесь хорошо за счет своего сустейна возможно ли мин своей мобильности которая смогла бы на прыжок аев ответить с прыжком от маев это мысли вслух но не менее вы нет а рейнер появляйте тироэль появляется с неуязвимостью доктор соус аж прекрасно понимает здесь происходит и тиралий возможно даже более лучшее решение чем то что я предлагал заранее поскольку неуязвимость под врыв корозима мая пирель еще не понятно с прокастером как дела будет обстоять из фронтом у ребят из команды автоматиков но тем не менее уже хорошие контрпики на хорошие агрессию партия обещает быть интересный чушь нам скрывать пришло дан и гаррош хорош немного более необычные персонажка не в том смысле хорош да он очень хороша контексте того чтобы перекидывать противника к себе в контексте того чтобы ломать передвижение оппонентов твои безусловно но концепцию именно быстрого энгейджа противника отписывается не то чтобы очень хорошо хотя в принципе почему бы и нет предусмотреть вариант стороны русских автоматиков при котором они сами энгейджет и при этом провоцируют и сосу через единственно попавшийся к ним человека это всего лишь расширить возможности своего стопа и это плохо и сильно или мин да а доктор соус уж приходит лимин они буквально идеально на мой взгляд на мой субъективный взгляд но тем не менее идеально ответили на пике команды русских автоматиков и я не знаю вытянут ли ребята русских автоматиков механически учитывая что все-таки это очень сильный состав и игру которые показали русские автоматики прошлый раз это ну действительно было невероятно мощно вместе с тем хотя бы в отношении драфт это не проигранный драфт тут не как прошлый раз к не как прошлой игре здесь драфт полностью соответствует тому что выставили против а доктор соус уж русские автоматики и посмотрим это очень интересно будет посмотреть если даже доктор соус еще не справится то хотя бы и за 8 минут если будет игра как прошлый раз я уже буду крайне рад есть все таки очень много его может пойти не так для команды русских автоматиков непосредственно самому тимпайте за мобильность и состояние персонажей в которых они будут врываться впрочем если ребята из автоматиков создадут разрыв а есть лапка власти на голдане есть урон который чем дальше влэйт тем больше наносит через corruption в особенности если будет эта игра то возможно даже аккуратная игра может не так уж сильно спасти 5 доктор соус аж но это все голая теория мы смотрим на практику и того команда русские автоматики лапка власти на голдане иммортал на гороши более маржин на коррозиве монеточка на и рель и вайт нас на маев ребята из доктор соус аж бэна на diablo gtr на лимин ред крау тиро эль михаил прот на алекстраде и хостер рейнере начнется через 10 секунд пять четыре три два молчание ребята начинают свое противостояние и следует просто раздражу любные атмосферы и чувствуется лишь напряжение я и по всей видимости от команды ds сразу уходит на соло линию или просто обходит оппонентов до обходит оппонентов по всей видимости будут устраховать свою команду автоматики ищут ищут возможности кого-то инициировать но достаточно осторожно держится ребята хороший корабшин идет но плана на фронте и особо врываться в команду дс сейчас не стоит цепляет вайт и сразу своих мигал фрот под большим количеством урона внесен у него монеточка пытается добить но не хватает немного ей урона для этого и она сама становится жертвой агрессии ребята сдс просаживается монеточка то минус монеточка очень все плохо начинается для команды автоматиков и ребята благоразумно отходят чтобы не допускать лишних смертей просто расплючиваться по линиям начинается ротация от иммортала от маржина от вайтаса и уходит лапка власти собирать свою очередь наверх опыт до момента пока его тут не заменит монеточка то есть не теряется пока что достаточно хорошо начав игру для себя продолжает ротаться также хотя выглядит чуть менее уверенно более пробит бэня и без появления лекстраза в этой ротации опасно ребятам встревать красной команды против автоматиков а доктор сос это все понимает и очень даже вероятно что микаэл протката ротации вот-вот присоединится автоматики в это время как бы не теряет времени я сдавтологию но все таки это лучше здесь можно сказать забирают комп и начинает создавать агрессию по линиям коли не получилось разную взять ее в симфайтах не удалось совершить минус 1 минус 2 минус 3 как они любят буквально с первых минут устраивать пытаются доминировать по линиям как кран будет стоять против монеточки в итоге на верхней линии что было весьма ожидаемо единственно только довольно опасно для red crown на поскольку монеточка по желанию может размениваться себе плюс и мин осталось отпушивать центральную линию автоматически делают ровно то что они делали все это время забрали один камп забрали другой камп неудивительно сейчас попробую четвером агрессировать на третий камп тем более что алимин достаточно таки отрезана от своей команды и прийти на помощь команде т.с. сейчас для него будет проблематично и они это понимают пера аккуратно вход по своей буй скорее все будет драка тут михаил про тут бэня будет легко остров поддерживать свою команду если сейчас то прямо сейчас врываться в забирает в итоге идет запоздал и выпаде я бы сейчас может страдать сильно пострадать за это в итоге просаживаются паса саживаться под всей командой ябло и еще одного героя забирают себе вдобавка всем прочему ребята из русских автоматиков счет 11 по опыту немного превосходит ребята и синие команды своих оппонентов за счет захваченных компов но ничего сверх страшного для ds сейчас не происходит если докторская колбаса не отпустит тимфайт которая будет на алтаре драку они смогут провести достаточно хорошо на равных условиях но все для них будет хорошо но главное сейчас им не проиграть автоматиком главное сохранить за собой преимущество которое они за счет захвата враженства в компах тебе приобрели сейчас будет драка да тут уже на фронте выходит яблок тут уже иммортал все ребята планируют как бы инициировать друг друга хорошая коррапшин монеточка пытается раскинться панетом сильно просаживается бэня хорошо гуд пришел противник у рэдкрауна рэдкрауна урона не хватает но все-таки тироэль они такой либо иной дэмэдж дилер но под алекстраза под микаэл протон достаточно хорошо чувствует себя команда докторская колбаса и вынуждены отходить отсюда ребята из команды русский автоматик во всяком случае до окончания дракона с кем черепов осталось брать ребята ребята понимают синяя команда инициирует 37 черепов 38 агрессирует как могут как разную команду еще один хороший корабль сиро отход в сфере практически нет маны полностью контролирует территорию ребята синие команды и автоматики забирают красили бомбардира и могут все-таки они на инициативе начать кушать строение противников не смотря на то что по-прежнему ds не отсутствует своих оппонентов но убийства они не совершили сейчас надо как-то хорошо обороняться и не потерять никого из своей команды потому что они потеряют под маев который не зырит костера то все может начать превращаться в каток и ds не позволяет им катку произойти играет они грамотно максимально осторожно хватит на себя каратели в итоге хоть ford вместе с вышкой будет за командой русский автоматик но не более того никаких лишних убийств никаких шальных выходов на башни около второго форта более того дьявол пытался впрыгнуть противник и не добили ребята синие команды ford конечно на него сейчас достаточно просто посмотреть хотя бы тому же гулдана чтобы он упал но из той неприятной ситуации в которой начали попадать ds это наверное был едва ли не лучший исход то шоке в любом случае ребят из русских автоматиков теряться не собираются у них есть цель они хотят забрать изю на нижней линии и они эту цель сейчас будет по всей видимости преследовать адрес видит понимают и вид перемещение лапки власти понимают что иммортал находится в кустах должны они туда заходить да прочекивают gtr кусты но драка по всей видимости будет немного выше бенни старается делать фронт из своей команды михаил пронт и хостер немного просажены но готовы драться отличный коррапшен но погулдан лапка власти творит просто никуда невероятно излично поле боя вышвыривают беню и фронт который пытался защищать свою команду в итоге оказался слишком далеко от нее минус диабло естественно доктор соусарж больше оспаривать и здесь не могут против доктор соусаржа не обязательно оспаривать именно эту изю было бы неплохо им конечно захватить свою изю было неплохо им захватить харду хоть кто-нибудь сейчас делать чтобы ответить компом на кэмп крауд монеточка прежним спокойно разве не на верхней линии наверное самое и веселое противостояние у этих соло линии оба игрока и вид достаточно большой сустейны друг друга особо не боятся если так подумать и страна стараться помочь сиро или на самом деле достаточно правильный маневр поскольку сейчас без чувствуешь и без того не уверена против оппонентов полтора уровня превосходства не десятого уровня без алекстразы любая случайная позиция от ребят из красной команды приведет смерти любого персонажа ds таки прозмыслив докторская колбаса собирается забирать свою харду вопрос там будут ли оспаривать это ребята из автоматика ребят автоматиков спариваться не будет у них цели сейчас поинтереснее пытаться не забрать михаил про то умирает алекстразы red crown перепрыгивать или синицирующую команду фир на целого тирайля минус сфер в итоге двоих игроков из команды ds ребята из русских автоматиков забирают возможно это и хороший размен но не сильно много дающий хорошее убийство и сильно много дающие преимущества ребятам если не команды поскольку только через 13 секунд будет светились и за это время террелик сразу же успеет подняться все что осталось красной команде делать это уж спокойно выходить и драться со своим понятным это зачистить хотя бы волны 2 крипов которые найти при желании нет никаких проблем тем больше я бы уже распределся а десятый уровень будет у ребят из команды доктор соус аж пытаются пытаются агрессировать уже показывать зубы ребят красной команды но автоматиком зуба особо не покажешь тем более при отсутствии в тимпайте diablo любой тимпайт такой кончится очень печально и красная команда единственное что автоматики про отсутствие там diablo все это время не знали сегодня приходит будет драка все-таки решающая одна единственная драка за еще одного караси с которым ребят из синей команды могут провести уже уничтожение второго форта и михаил прот под драконом пытается захиливать всю красную команду и живут живут ребята под неизвенностью тирреля полностью переживают попытку контратаковать их ребят из командой русские автоматики но русские автоматики не потеряли никого не понял что от развиваться не в их пользу дождались окончания дракона и пытались иницировать в ответ идет отличная стяжка от маев в итоге умирает сироэль теперь еще может взорваться тем более михаил прот под драконом да и под ультой своей достаточно неплохо держал свою команду умирает рейнер размениваются на гулдана лапка власти не выдерживает джеттер умирает вместе с гулданом вайтнесу выйти бы оттуда дьяволу пикину прямо хватит на него прыгает кара зелепейн и уже ничего не может сделать этой ситуации минус 4 игрока команда доктор соусаж и ребята из синей команды идут пушить орд ох 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 очень сложно сейчас будет как-то защищаться красной команде но они все живы второй раунд драки начинается сайд идет по бенни бенни тяжело переживает это сайд благо что было с кем ему делить тот урон сильно прохорошена красная команда но еще не мертвая еще может сопротивляться главное реагировать быстро даже форта все еще живой потому что нету крипов там еще башни ворота держит несчастных крипов синей команды ребята из русских тематика продолжает агрессировать под карателем если не прямо своих оппонентов хотя бы форт все-таки намерен на него снести сносит без каких-либо проблем немножечко не хватило скорости команды dds интерна то что дс действует настолько грамотно сколько вообще возможно текущих обстоятельствах но слишком механически правильно переживают любой тимфайт русские автоматики я просто не могу не перестать обращать на это внимание под драконом хода ираэлем ведь пережить русским автоматиком ребят из красной команды на самом деле не удается но теня команда автоматики это все понимают начинается дракон начинается неуязвимость они провоцируют тест на эту неуязвимость на этого дракона и просто выходит из драки знаете даже если дс в итоге падут от рук автоматика в этом всяком случае красивое падение это достойная конкуренция и здесь меня очень радует обе команды автоматики ds просто молодцы красавцы меня действительно интересно наблюдать за этой игрой так или иначе разговор разговорами 2 изи выпущено по центральной линии монеточка сопровождает их покатеры собирают пытаться собрать опыт из своей команды наверху начинается драка 4 в 4 бене сильно просажен но живет под драконом дракон сбывает в небеса и пытается страховать свою команду пока энгейджет хостер но хостер не тот герой который может пережить столько много урона от синей команды даже под дракона монеточка пытается отогнать джиттера джиттер на развороте пытается пропускать хоть кого-то но там только одна монеточка что принципе очевидно и в итоге никто из красной команды не платит своей жизнью хоть чувствуют они себя знатно не уверенны скорее много урона получает из-за сильного проседания по уровню чем из того что делают что то неправильно в итоге понимает команд русский автоматик что так опасно нападать на т.с. не стоит все-таки д.с. не царя на то что проседают по уровню дают хороший отпор и хорошие тимфайты проводят каждый раз и начинает более безопасно действие начинает забирать харду возможно будет иницирует вражескую харду да будет и может уже полный ухода туда идет а харду красная команда забрать не успеет д.с. надо принимать тимфайт б не отходит да без 13 уровня драться ребята не будут это правильно не провоцируйтесь вайта синицирует дальше хочет кого-то подцепить никого не подцепляет но харда тем не менее принадлежит синей команде сейчас надо запереться надо запереться д.с. надо насколько это возможно сейчас просто безопасно отбить 2 харды выходить 13 уровня 16 здесь уже выходить к сожалению придется поскольку следующий каратель это каратель который без всяких проблем зайдет в кору нету башен пробитый форт там драться уже придется 16 13 ноты тимфайт необходим окей синяя команда уже около пятилища готовы забирать они до его каратели и вопрос только с реагирует красная команда зажмутся ли они проведут ли они так набрать 14 15 16 уровень страна не то что им сейчас светит или же они будут выходить тимфайт да будто не выходить тимфайт тот самый момент истинный финальный момент будет проходить прямо сейчас но выпустить танк необходимо бы не должен теперь он бы не идет первым все правильно делать команда доктор соусаж цепляет в итоге бене бене пытается сразу получается в inside буквально за секунду анникелирует диабло вынужден отходить команду соусаж назад чтобы хотя бы полом составе защищать уже в сам форт взлетает дракон в небесах хостер дитер должны отходить кран стараться сзади какое-то пространство но сильно много сейчас террориста команде помочь не может разве что используете льто надо надо жать из края 0 то отличный пир от гулдана минус рейнер минус тироэль умирает михаил протону михаил протону больше никто не преследует скорее уже опасность житеру и житер в итоге все-таки погибает монеточка едва выживает под фортов рядом поле маржин под коли конечно умереть монеточки будет крайне сложно падает еще один форт скорее всего падает кора 17 14 только ожил диабло через 5 секунд тироэль и отреагировать сейчас уже не успеет доктор соусаж к сожалению слишком быстро убили их фронтлейнера такой еще удачный прыжок карателя господи боже мой продолжает продолжает красная команда сопротивляться вы посмотрите отличный ульта тироэля дал возможность контратаковать ребятам с красной команды падает монеточка падает маев только один каразель который обеспечил фронт в синей команде в итоге довел кору до нулевого состояния гг пп великолепная игра и знаете ну автоматики молодцы здесь говорить ничего не надо я вижу там много из ребят которые следят за этой командой сейчас находится в чатике здесь вы сами лучше меня знаете насколько эта команда сильна мне эти ребята показали то что они умеют да эти две игры которые я наблюдал за ними это было действительно великолепно сильное исполнение особенно хочется лапку власти выделить играли хорошо все безусловно этот гул данти карабшины буквально с первых уровней начинается любая драка идет карабшин бах уже нет половины лица у него одного из участников красной команды и это ну это было действительно очень клевое исполнение но доктор соусаж это было круто я наблюдал за командой автоматиков предыдущую игру была команда который выступала против них которая пала за восемь минут вы провели идеальную драфт стадио вы пытались красиво драться просто на каких-то мелочах совершенно мелочах вас начали перегонять но игра была красиво доктор соусаж большое вам спасибо за это шоу вы очень поднялись это на моих глазах во всяком случае потому что противостоять явным фаворитам этого турнира сейчас было очень и просто ну а русские автоматики просто великолепная игра господи да вы сами себе все знаете реально механическое исполнение своих героев превосходной инициации превосходное владение картой нету ничего такого где вы совершали какие-то грубые ошибки разве что агрессивный конечно капец но ваша агрессия оправдывать так что и претензий с моей стороны быть никаких не может но шокей ожидаем следующую пару а сейчас можно так долго ждать нам с вами не придется потому что мы закончили за достаточно большое количество времени арте и следующая пара уже не за горами давайте со мной и шоу